На центральной площади завершается восстановление старой лютеранской кирхи. Зданию 172 года, его уже не раз реставрировали, только сейчас главное вернуть исторический, первоначальный вид. Долгое время кирха была в собственности муниципалитет, только в 2016-м перешла в собственность лютеран. И сейчас ее реставрируют за счет меценатских средств, рассказывает Анастасия Иванова. Снаружи большая стройка, внутри будто другой мир. Без шума и суеты здесь долго боролись за спокойную церковную жизнь. Она завершилась еще до Великой Отечественной войны. Храм закрыли, а после превратили в Дворец культуры. Вместо религиозных символов на стенах появилась грубая лепнина. Было время в 1993 году, когда мы это здание арендовали. В субботу здесь дискотеки проходили, а в воскресенье мы здесь службы проводили. Это было, конечно, катастрофично, но, к сожалению, это было так. Или когда мы здесь службу проводили, а с этой стороны здесь у нас был мебельный магазин. Однажды храм хотели снести, но даже бульдозеры не справились с крепкой постройкой. Дело в том, что в раствор, которым крепили кирпичи еще в 1845 году, лютеране добавляли куриные яйца. Эту историю рассказывают местные жители. Они верят. Поэтому здание еще стоит. Сохранились даже лестницы, построенные в то время. А вот главное сокровище церкви, орган, не уцелел. В 1941 году, последний раз, он здесь, кажется, отыграл свою музыку. Это же крепление, видимо, это органы, да? Вот это место, да, за штукатуркой все закрыли. Тут и было открытое место. Здесь стояли трубы, органы. В двоенное время большую часть населения Маркса составляли немцы. Городская кирха собирала тысячи прихожан. Потомки немцев по Волжье и сейчас ходят в церковь. Детям здесь читают Библию. Церковь стала работать на людей. Люди идут и говорят, какая красота, какая она будет. И что сама душа открывается и зовет, идите ко мне, я вас слушаю. Кирху последний раз восстанавливали более полусотни лет назад. Тогда изменили ее первоначальный облик. Сейчас же делают все возможное, чтобы его вернуть. В 1956 году колокольня была снесена полностью. То есть здание было, скажем так, обезглавлено. В 2015 году началось возведение колокольни. Сейчас, конечно, очень приятно видеть. Вот радостно стоит белая красавица, вновь отреставрированная. 50-метровый величавый храм отреставрировали. Заканчивают внешнюю отделку. Работы завершат осенью. На самый верх церкви будут водить людей, любоваться панорамой города. Вскоре сюда привезут колокол. В Марксе есть традиция, что своими колоколами, даже небольшими, могут украсить звонницу все желающие. И тогда перезвон услышат даже в соседних селах. Анастасия Иванова, Денис Злобин и Ярослав Квитков.